МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заключенные к доске в программе репортаж о том, как встретили новый учебный год в местах отдаленных. Прощайте, однорукие бандиты! В столице области уничтожена очередная партия игровых автоматов. Отрада и утешение в Рязани торжественно встретили список чудотворной иконы. Начнем с аварии выходного дня, которой стало субботнее столкновение на трассе М5 неподалеку от поворота на Рыбное. ВАЗ-15 модели, выскочив навстречу, протаранил тяжелую фуру. Неудивительно, что закончилось все трагически. В субботу 6 сентября на трассе М5 недалеко от поворота на Рыбное произошла авария. ВАЗ-15 модели выехал навстречу, где столкнулся с фурой. Пятнашку буквально разорвало на части. Водитель легковушки погиб. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. 45-летний водитель грузовика с полученными травмами был доставлен в областную клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Дома его наверняка ждали родные. Спрашивается, куда же водитель так торопился? Стоило ли оно того? Вот еще один наглядный пример, как ни в коем случае нельзя себя вести на дороге. Простые ошибки, а результат фатальный. Печально все это. Наверное, первосентябрьская тема еще не скоро покинет страницы и эфиры информизданий телеканалов. Ну, казалось бы, обо всем по большому счету сказано. Все, по сути, показано. И первочки со школьными золотистыми колокольчиками, и выпускники, которым вот-вот предстоит стать новым взрослым поколением в России. Прошли разговоры и дискуссии о новых тенденциях в образовательной науке и практике, но, тем не менее, есть еще о чем поговорить. И есть еще вещи в системе образования, о которых не каждый еще и рассказать решится. Не каждый, но это не относится к Олесе Харлиной, которая привезла репортаж о том, как учатся в школах исправительных колоний. О заключенных принято говорить, что они сидят. Однако на зоне люди все-таки живут. И если об их работе пишут много, то о том, что они еще и учатся, известно далеко не всем. Получить полное образование в исправительной колонии обязан каждый человек до 30 лет. Бахтийору скоро 33, он родом из Узбекистана. Судя по отметкам в тетради, учится неплохо. Жалеет только об одном, что пропустил первую линейку сына в этом году. Но уже скоро, в конце сентября, они будут заниматься вместе. Папа выходит на свободу и едет домой. Образование всегда надо. Мы раньше, как подростки были, ничего не понимали. Но без образования человек не человек. Образование на первое место я теперь буду вставлять. Но дальше учебу постараюсь продолжать. У меня есть такие намерения. Выше образование получить хотите? Ну, постараемся. В этой школе 125 учащихся. Также звенит звонок, есть домашние задания, каникулы, ответы у доски и отметки. О том, что эта колония, напоминают только спецодежда и возраст учеников. И учатся они не по четвертям, а полугодиями. Сейчас урок алгебры. А любимый предмет есть у вас в школе? Литература. Что сейчас читаете? Может быть, вам же разрешают читать? А, ну, Ахмадович читал. Закончил. Репию. Сергей, назовем его так, в этом году пошел в 10 класс. Правда, за этими партами тоже осталось сидеть недолго. Через полгода он поедет к тетке на пироги. По ту сторону периметра ждут друзья. Когда-то он и не думал, что придется вспоминать основы алгебры в таких условиях. А ведь базовые знания действительно неплохие. Вспомнить все, чтобы проще было осваивать новые темы. Хорошо вспоминается? Ну да, так более-менее. С каким они большим интересом, те, кто вот на воле как бы пропустили, не занимались. И они так себя потом ругают. С названием школы исключены все напоминания о колонии. Это сделано для того, чтобы наши ученики в дальнейшем не имели никаких проблем. Значит, они заканчивают обыкновенную среднюю школу. Недостатка в учебниках, констоварах и методичках нет. Даже к ЕГЭ подготовиться, если надо. Вот в частности, в прошлом году учащиеся 12 класса сдавали очень сложный экзамен по русскому языку. То есть этот экзамен я бы приравнял по сложности к ЕГЭ. Преподавательский состав исключительно мужской. Абсолютно все педагоги по много лет проработали на гражданке. И не очень понимают, о каких особенностях мы все время спрашиваем. Про опасность я слышу от вас впервые. У нас такого нету и не предвидится во всяком случае. А о том, что есть, кто обучается в этой школе и как они готовятся к свободе, смотрите специальный репортаж в этот четверг в программе «Вызов принят». Вчера в Рязанском Кремле прошла торжественная встреча иконы Пресвятой Богородицы от рада и утешения. Это список знаменитого чудотворного образа, который хранится в обители Ватапет на Афоне. Существует древняя легенда о том, как была основана обитель. Это драматическая история, в которой действуют персонажи преданий далеких лет, византийский император Феодосий и его сын, юный отрок и будущий владыка державы Аркадий. Дело в том, что некогда византийский император Феодосий своим сыном путешествовали по морю, и вот приключилась буря. В тщетные поиски тела наследника, казалось бы, навсегда погибшего в буре, так ни к чему и не привели. Но вдруг отчаявшиеся путники нежданно-негадно отыскали. Вполне здоровый целью, ханького царевича, крепко спящего на берегу в тени куста. Отрока разбудили, и он поведал спутникам, что уже погибая в волнах, воззвал к заступничеству Богородицы, и свершилось чудесное спасение. Ватопед, куст Отрока, так переводится с греческого название обители, возведенной тогда по приказу счастливого отца императора. Образ Пресвятой Богородицы был поставлен в алтаре соборного храма, ему дали наименование Отрада, а спустя несколько столетий к этому названию добавилось еще одно утешение. Считается, что эта икона чудесным образом поспособствовала тогда предупреждению обитателей монастыря от коварного нападения разбойничьего отряда. Икона всегда была почитаема на Руси. Пресвятая Богородица, не лиши народ русский своей защиты. Обращались с древних времен к этому образу наши предки. Икона своеобразна и по своему написанию, по композиции святых образов. Божья Матерь на нем держит руку маленького Иисуса, поднося ее к губам для поцелуя. Очень человечное движение любящей матери. Вполне земное чувство, запечатленное мгновение. Чувство гимн любви, символ жизни. Надо добавить, что по существующим с древности поверью, молитва перед этой иконой помогает в исцелении от недугов, защищает от несчастья, эпидемий и даже стихий мир бедствий. Сегодня утром в Рязани на Оскорбящинском мемориале прошла церемония возложения цветов к монументу, установленному в память о похороненных в Рязани блокадниках. Страшная дата как в истории самой северной столицы, так и в истории всей нашей страны. 8 сентября 1941 года замкнулось кольцо фашистской блокады. 900 дней и ночи без еды, воды, отопления. Практически без какой-либо возможности жить. Только надежда и понимание того, что каждый прожитый вопреки всему день – это символический удар по захватчикам. Это маленькая, незаметная, но победа. И они одолели и голод, и врага. 8 сентября в России вспоминают жертв блокада Ленинграда. 2,5 миллиона жителей города на протяжении почти трех лет были отрезаны от внешнего мира. 872 дня голода, страха, смерти и отчаяния. Сегодня, чтобы почтить защитников и жителей блокадного Ленинграда, на Скорбящинском мемориале собрались ветераны войны и свидетели того страшного времени. Этот день скорби, потому что все они вспоминают эту блокаду. Для нас это очень тяжело и мучительно. Это люди, у которых или вся семья погибла, или когда умер отец, и они лежали с отцом 15 дней в квартире в холодной, их спасли, вытащили оттуда потом. Для них вот это ужас, просто воспоминания, им очень тяжело. Но они помнят своих родных, близко у них похоронены или там, или тут родственники. Поэтому они возлагают цветы, это день памяти. Просто вспоминают всех, кто не дожил до этих дней. Сколько умерло, сколько не дожило до разрыва кольца. И еще страшнее жить сегодня с мыслью о том, что где-то тоже погибают дети, старики, которые ни в чем не повинны. Слезы и бесконечная тоска в глазах – страшная цена нашей победы. Это последнее поколение свидетелей того страшного времени. И сегодня мы преклоняем головы перед этими храбрыми и сильными людьми. Здоровья вам и долгих лет жизни! Более тысячи одноруких бандитов нашли свой конец на свалке рязанской истории в этом году. Предприятие по утилизации металла становится последним пристанищем для игровых аппаратов. Перед этим горделиво сверкающих хромом и наводящих на грех игроков в подпольных казино. Рязанские полицейские сегодня сообщили об очередной казни механизмов по отъему денег у населения. Казино и все, что с ним связано, уже несколько лет как вне закона. Но фортуна все так же манит любителей азартных игр. В Рязани на территории предприятия по утилизации металла было уничтожено 138 игровых автоматов. Их рязанские полицейские изъяли в ходе рейдов по пресечению незаконной организации и проведения азартных игр. Одно из последних изъятий в Рязани было, кстати, на улице Грибоедова. Так что игровой бизнес не сдается, несмотря на серьезные потери в механических рядах. С начала 2014 года выявлено 199 административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 14.1.1 Кодекса административных правонарушений. Изъято 1103 единицы игрового оборудования и 442 единицы комплектующих частей. Также 7 рулеток и 19 покерных столов. Что-то уходит, в том числе под тяжкий пресс, а что-то наоборот появляется в этой жизни. И хочется, чтобы прирастала она жизнь от самой событий позитивными. Нам есть что сказать сегодня и на эту тему. Например, семейный центр «Солнышко» обрел новые помещения. Как раз успели к началу нового учебного года. Накануне родители и дети праздновали открытие семейного центра «Солнышко» на новом месте. С улицы Трудовой он переехал в Дашково-Песочню на Новоселов 24 в более просторное помещение. Центр «Солнышко» образован при Союзе многодетных матерей почти 5 лет назад. Вот и переезд к первой юбилейной дате получился символичным. Успели сделать ремонт и подготовить помещение к началу нового учебного года. И теперь преподаватели центра смогут, как и прежде, обучать ребят в развивающих творческих секциях и кружках, а для взрослых проводить мастер-классы. Здесь будут, конечно же, занятия с дошкольниками, с школьниками, английский язык, танцы, логопедии, изобразительное творчество, это лепка, дизайн, возможно, компьютерная графика. Безусловно, будет и аппликация, художественное творчество, музыка. Ну, в общем, всех кружков я не перечислю. Я думаю, что вот те, которые придут к нам на день открытых дверей в центр «Солнышко» 10 сентября в 18.30, смогут познакомиться с нашими кружками и с нашим центром. И уж перед самым началом работы в студии стала известна новая победа рязанской наездницы Виктории Куприяновой. Она выиграла этап Кубка мира по выездке, проходившей в эти выходные в московском конно-спортивном комплексе «Отрада». Воспитанница клуба «Виктория» привезла в Рязань все три золотые медали состязаний. Таким образом, символически, Виктория Куприянова полностью оправдала и свое имя, и название клуба. Ведь «Виктория» в переводе, как известно, означает «победа». Поздравляем! А у нас на сегодня все. Передаем информационную эстафету Олесе Харлиной, которая в студии программы «Подробности» сейчас готовится тоже поговорить о победах. Сегодня у нее в гостях будет герой России, полярный путешественник Михаил Малахов. Знаменитый рязанец только что вернулся из очередного похода в северные края. И подробности об этом прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин